Вам очень хорошо понятно и знакомо положение в израильском обществе, которое, ну скажем, с одной стороны представляет собой общество страны книги, или там Торы, Библии, а с другой стороны высокотехнологической цивилизации, находящейся в, мягко говоря, недружественной обстановке. И о недружественном окружении. Как здесь вы видите процесс развития общества? Удается ли здесь, вот на этом маленьком участке земли, что-то решить? Я уверен, что будущее Израиля и его судьба никак не связаны с технологиями и с наукой. С производством, с банковским делом, с армией, с вооружением и соотношением между нами и нашими недружелюбными соседями. Я уверен, что все зависит только от того, насколько сможет израильское общество перестроиться в соответствии с новыми требованиями к человечеству. Насколько оно станет единым, равным, гармоничным. Насколько люди смогут соединиться между собой в одну единую интегральную систему и войдут при этом в гармонию с окружающей природой. От этого зависит практически все благо, которое может быть проявлено вообще в человечестве и в обществе.